так времена города жилой комплекс мы вот только что свернули санамского шоссе и посмотрим честно попробую вспомнить куда нам ехать сама фишка особенно вот зимы ну говорят что в зиме там какие-то там чуть-чуть говорится учились на них потом следующий уже лучше стоит на веще этажность увеличилась этих домиков но тут прикинь вообще-то из пятиэтажечки аккуратненько посмотреть может понравится не понравится те там люди живут и смотрю штучки на мисточки как они как они балконную зону юра обустраивают так уютно с улицы смотри для людей стараются и для себя для людей которые мимо будут проезжать и смотреть так выпал вот сюда заходили здесь желает а комната вот это уже у нас пошла весна а везде во всех балконах то есть он должна стоять да кто-то оставляет тут их снимают каждого говорится свое да но отмени за гаражный кооператив продавали квартиру здесь не прописаться в этом бараке жить на море двухэтажных с гаражом тут некоторые строят три этажа так 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 я пытаюсь помнить куда нам куда нам куда по моему нас это дашь на выезде квартира заодно покатаемся по дворам посмотрим все таки вот здесь он туда дальше наших на тут еще люди привозят я думала один дом будет голубой это зима на очереди да еще же будет то еще до к субтекскому не субтекском шоссе там красной площади они даже уникла раз на площади а к улице которая ведет кладбище запомнился как и называется а есть еще не сданы по ходу штаны сданы я что прием поделал квартира у нас здесь не ошибаюсь раз два три четыре на шестом этаже по моему в том подъезде сейчас мы точно прозвонит и узнаем что там а ну-ка что там наделали парковки нет это не это прям не минуса прям я могу конечно сейчас вот сюда прям встать но я помешаю всем ребятам которые будут материалы ну ладно чуть-чуть тогда будет дольше до вечного дальше лета скрещу но представьте парковаться бы зелено здесь да пока дальше проезда нет так все мы евгения нашли и я вам хочу показать площадку детскую увидел за угла ну что будет ребят мне все равно не покупайте здесь квартиры никого не призывая не реклама просто делаю обзор для информации я не риэлтор я вообще вы знаете против того чтобы сюда переезжали люди пока не готова инфраструктура города я вам искренне от души просто показывать тем людям кто говорит что у нас все печально и плохо дышать нечем кто переезжает сюда из-за болезни и так или и тому подобное вот для них делаются обзоры я не пойду там эту строительскую компанию заключать с ними договорки смотрим по факту и оцениваем как она есть ну прикольно самом деле сделано я настолько интересных не видел площадок а подкрытие покрытие я кстати в апанапе двигаюсь сапогах то есть меня кто видит начинает щек впадать покрытие резиновое интересно довольно таки ухты можно попробовать юра написать ну да ладно такая парковочка там я не знаю как называется желтым и свет и подумали лето наверное жека времена года ну там от паспорта вообще все объекты все обгорожено есть это анапская птп туда дальше восточный рынок еще был бы на проход туда напрямую было вообще песня итак нас встречает евгений добрый день всем здрасте почему в таком виде почему сам работаю любимое дело нравится заниматься чтобы не потерять сноровку так сказать чувствовать изнутри процесс то есть там уже пошел процесс это есть что нам показать конечно пойдемте посмотрим сделали планировочку а как будучи допустим дистанционный ремонт вообще проходит ну квартиры по-разному каждый случай индивидуально в этом случае заказчик полностью отдал положиться на нас все полномочия сказал сделайте мне красиво и ребята решайте как вы видите чтоб было все современно стильно и как бы мы вот решили придумали с ребятами дизайн и вот его воплощаем сейчас жизнь посмотреть дизайн этот да конечно сейчас покажу чтобы не на бумагу сейчас это как тебе вообще ну смотри многие переживают по поводу того что очень много квартир на это же называют это муравейниками человеками общагами как только можно видать притормозить я чуть-чуть дочь открою я не в раз-два-три не показал то есть очень много квартир на квартиру выхода видите здесь они напротив друг друга сделано пошла в один-два-три говорят что прям напротив друг друга есть и все еще работает это хорошо куча рекламы не вижу фирмы окон кона в квартире когда находитесь лифта слышно нет нет то есть нету звука лифта это хорошо потому что москве тоже жили в одной квартире там этот лифт круглые сутки то есть вот такие звуки как будто он шестой ряд по тебе ездить да 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 и открывается да в этом как у кавказ едешь и едешь и едешь и едешь смотрим здесь тоже я показываю просто конечно нужно что меня они просто временно стоят прошу о готовщинка сейчас идет возведение перегорода ты нашел будущих да смотрите значит предварительно заказчиком обсудили как что будет ну чтобы для него до было понятно вот то есть зона у нас позже проект это делали вы до проект это делали мы ну как бы вместе да то есть все момент согласовали нравится не нравится заказчику а сколько вас проект стоит проект мы делаем бесплатно потому что они допустим без вот этих вот размеров до будущих ну невозможно как бы ничего сделать поэтому это мы все прорабатывает и сразу вас дистанционно заказа вершина нет у вас входит проект да но это можно сказать это не проекта как бы план квартиры вот и технический проект а уже проект дизайн который нарисованы как бы это все в процессе у нас это будет со временем вот сейчас значит у нас да как мы решили зона спальни то есть здесь у нас будет будущий шкаф тут у нас будет зона такая отдыха и как видите мы сломали сейчас балконную перегородку она не несущая было вот чтобы увеличить зону кухни то есть я зародили холодильник чтоб с этой стороны когда сидишь да то есть не было видно самой кухне то есть как бы но давайте сейчас посмотрим это вживую свет есть побольше чтобы так ну пока со сечением нету электрики здесь нету у вас идет газоблок получается 10 10 газоблок для перегорода как бы это наиболее адекватное решение вот есть еще альтернатива допустим за гипсокартоном но это под отдельные да вот смотря что нужно так ну давайте пройдем в комнату будущее так сказать почему он отдал многие скажут она закрытая да и вот ну нет освещения потому что это зона спальни то есть как бы здесь особо не нужны окна дневного света да но очень важно чтобы была циркуляция воздуха поэтому мы здесь сделаем как бы чтобы циркуляция воздуха была снизу сверху при открытой двери будет очень комфортно также расстояние вы вымерили таким образом чтобы здесь стала кровать метр 60 и по 50 сантиметров были подходы кровати пришла человеку было комфортно и с этой и с этой стороны спокойно выйти на двоих там тумбочки напротив здесь у нас будет планируется телевизор поставить то есть то чтобы в спальне смотреть изолировать если одному человеку захотелось там посмотреть другому здесь они друг дружке не мешали площадь не скажешь сколько ли все получилось вот эта комната ну где-то в районе 10 квадратных вот здесь у нас будущий шкаф-купе то есть мы обгородили сейчас перегородку выложили так а вот эту дверь мы снесем в эту сторону для того чтобы вот это вот дверка то есть да она была как ну казалось единой стеной несущих нет нет несущих нет и тут как раз именно получилось что здесь блок а бетонная стена она с этой стороны поэтому нам ничего не приказывают дверь немножечко потом значит идем дальше по поводу зоны кухни то есть это вот переворота которая будет затенять нашу зону кухни здесь станет холодильник как раз опять же плюс что не будет зазора между холодильником да и стеной то есть их видно не будет как раз 60 сантиметров четко для холодильника встает и зона кухни продолжится в эту сторону потому что которая здесь была да мало того что она занимала определенное пространство толщину ну как бы мешало увеличить зону кухни иначе она совсем маленькая казалось ну и плюс как бы будет хороший сразу вид то есть вот света тут стало больше соответственно теперь перейдем в эту сторону вы чем-то подкапливаете или действительно только тепло с одной батареей здесь стояло два радиатора один с этой стороны другой с той стороны вот мы его сейчас один вот разобрали украли и от этого радиатора здесь достаточно тепло а теперь по поводу этой зоны да здесь у нас планируется диван а с этой стороны будет телевизор здесь у нас будет стол обеденный что ребята ложат под гребенку а не просто так на самом деле я просто в одном месте видел как разбирают блок этот он просто был поставлен сверху так намазан по поводу блока сейчас объясню что нужно кстати понимать при вкладке блока чтобы ну не совершить ошибок да потому что блок это более хрупкий какой материал нежели так ну какой-нибудь монолитный блок или еще что-то так вот смотрите по поводу планировки да то есть вот здесь у нас становится диван а напротив будет у нас телевизор и зона как бы где будет стол где можно будет обедать что это нам дало да это нам дало единое огромное пространство без больших там зонирований вот и при небольшой площади квартиры мы добились то что у нас ну как сказать много света и кажется что она большая ну на самом деле на самом деле начал хотел сказать я вот чем не сделать ну или окошко или чего-нибудь цене что проникал свет вот потом просто ну голова включается начинаю думать что мы были допустим цвета в однокомнатной квартире до выходишь на кухню и что если бы допустим не было стен то она спит дольше да и она проснулась а здесь получается как бы будет закрытая комната надо свет включили все равно да вечером когда лежишь ты бываешь в квартире грубо говоря вечером и накрывать ваши силе телевизор они будут лишние источники света мешать и шумоизоляция будет на самом деле это как бы достойно лайка очень хорошо решение еще один плюс кстати по слову кондиционеров здесь кондиционер гормин места один так он будет висеть вот как раз в этой зоне тем самым он то есть когда ты сидишь на диване он не дует на тебя плюс он будет охлаждать все пространство то есть мощный будет да и при той открытой двери этого как раз холода будет достаточно чтобы и там нужно будет ставить два кондиционера ну еще один как бы плюсик да вот в сторону этой планировки ну как бы решать каждому людям самим да кому-то нравится кому-то не нравится но мы решили поступить вот именно вот у меня еще такой вопрос вот как вас происходит вот эта вся тема да ну какие-то моменты да вот во время строительства возникают как они согласовываются или как отчеты делаете при дистанционном ремонте потому что люди интересуются переживают по этому поводу вот как вы решаете такие вот допустим стены вот поставили стены как отчет ну у нас все на самом деле прозрачно то есть какой-то этап сделали человеку отправили там видео или фото ну с теми работами которые уже проведены чтобы человек понимал ну и плюс помимо этого мы созваниваемся делаем какие-то согласования да то есть получается сделали монтаж по электрике пробежали сказали ребят вот так они да вживую нам это нравится или добавьте нам еще одну розетку на этом этапе как раз возможно ее добавить то есть чтобы не было никаких потом переносов или еще чего-то ну как то так то есть и по каждому моменту да то есть мы всегда ведем согласование дистанционного ремонта пугаться не нужно если ты доверился ну нормальным ребятам нормальным специалистам которые понимают что они делают еще по качеству материала допустим вот мне нравится там допустим клей допустим такой там кому-то другой клей если допустим клиент вам говорить я хочу с таким клиент вопросов не будет что там нет вопросов абсолютно не будет плюс мы как бы работаем по технологии то есть если нужен там провод хостовский мы его используем да если нужно допустим сюда указан блок положить там дополнительную арматуру да то есть мы ее делаем если нужно его выполнять прокладывать да если его нужно выполнять на определенный клей специально для этого то есть мы используем только этот клей то есть но быть от технологии сильно не отступишь а по поводу чистовых материалов но в основном это происходит так значит приезжает человек мы с ним выбираем все абсолютно материалы то есть ламинат обои плитка ну и тому подобное если не может приехать если не может если приезжают тут вопросов не возникает то есть я купили материал с ним работаешь вот если не может то как смотрите если человек не может допустим да то есть мы в любом случае если чек отдает нам право на то что ребята сделайте так как вы считаете нужным тут как бы мы уже сами да вот ну выбираем по текстуре по фактуре по цветовой гамме и по качеству материал если человек допустим ну ему принципиально там ребят я хочу допустим вот этот ламинат я приезжаю в магазин мы с ним ну а снимаю да то что будет вот такой ламинат там такой классности такой фактуры и человек уже просто решает какой цвет ему нужен и в телефонном режиме наподобие нескольких там элементов цвет мне нравится да едем дальше то есть такой вариант конечно конечно ну как зачастую как правило люди в основном цвет дай фонарик пойдем расскажешь что тут как по санузлу да да так значит что планируется по санузлу санузел у нас довольно таки не маленький поэтому разгуляться нам ездить у нас здесь будет душевая кабина где ну рассказывай значит вот здесь в этой зоне у нас будет стоять душевая кабина то есть выложится вот так перегородка как она будет исчисляться значит здесь у нас будет стиральная машина стиральная машина 60 сантиметров ну мы сделаем 65 сантиметров в чистоте и все остальное по душевую кабину да выложим значит 90 и на 90 вот такая душевая кабина в этой зоне у нас будет стоять унитаз с инсталляцией и здесь у нас планируется рукомойник вот так инсталляшка рукомойник счетчики переделать подымать опускать полотенчик также будете выводить по поводу счетчиков то есть ну надо поставить сначала инсталляцию то есть ну отмеряем какая у нас будет рукомойник если допустим она мешать не будет и она здесь умещается то в принципе доступ к счетчикам будет переносить не будем если в случае нам придется из-за наша рукомойника подвинуть то есть если 80 остановится и она нам мешает то есть то мы счетчики подымем в эту сторону для чего чтобы как раз вот эти краны от полотенцесушителя они уже были вот здесь то есть чтобы один люк был и для счетчиков и доступ для кранов ну как бы это правильно решаем так вытяжки напомню прошлый раз показывали но я думаю все по этой квартире мы все глянули здесь дверь переноситься не будет останется нет мы уже дверь расширили то есть она была здесь от застройщика 60 мы ее сделали на 70 дверь вот сейчас здесь проем 80 ну как раз по 70 дверь то есть это по желанию закачки или это вы так решили но это мы уже как бы с какой целью расширить ну потому что 60 дверь она немножко неудобно если человек грузный да ну так сказать более 60 дверь неудобно входить более удобней вот ну и в случае если что-то надо будет занести там более такое большое ну то есть там стиральную машинку ту же самую будет удобно сделать там все так здесь мы сейчас пока закончим и двинемся на другую квартиру посмотрим там вас на каком этапе она уже ну там уже все перегородки возведены потому что здесь во времена входа перегородки как бы застройщик отдает право покупателю да как сделать поэтому перегородки там возведены все отшпаклевано идет укладка плитки поэтому сейчас все увидим мы находимся сейчас в другом доме что потому что ту квартиру мне конкретно просил заказчика снимать и разрешением не отдал мы сейчас находимся другом месте где ребята также делают ремонт и посмотрим квартиру поэтому подъезд дома этаж не называем просто заходим на двухкомнатная квартира у нас точно также не было перегородок то есть все перегородки делали мы уже сама то есть вообще тут студиями все сдаются получают но это как бы свободной планировки двушка поэтому там уже заказчик может либо оставить свободную планировку сделать одну большую до студию либо уже как бы хрестить себе там комнаты и сделать так как ему хочется но мы как бы здесь сделали здесь значит будет жить трое человек две сестры и их мама да и то есть нужно две комнаты было поэтому мы взяли из этой квартиры двухкомнатную квартиру значит ну начнем наверное мы тут уже плана да я покажу как это все было было свободная планировка то есть мы нарисовали да вот так вот вот мы зашли сюда сейчас переворачиваться неудобно вот так вот да то есть вот мы зашли в квартиру здесь у нас шкаф купе планируется то есть сюда у нас идет зона кухни минутку зона кухни первая комната вторая комната и совмещенная лоджия которая как бы есть доступ и с этой комнаты и с этой комнаты и вот санузел В санузле, значит, планировалась у нас перегородка, здесь у нас будет стиральная машинка, душевая кабина, точно так же унитаз и раковина. Ну, что получилось, сейчас будем смотреть. Значит, по санузлу. Вот заходим в санузел, вот у нас наша перегородка, которая сделала... Давай, начнем со стиралки. Да, начнем со стиралки, то есть это вот его ровное место, чтобы здесь стала стиральная машинка до этих пор, то есть и какие-то шкафчики сверху, так же мы уже под них сделали розетки, вот, здесь будет небольшой полотенцесушитель, вот, все выходы у нас уже встроплены, утоплены, вот, по поводу душевой кабины, то есть она получилась довольно-таки немаленькая, ну, вот я стою, да, вот, как бы мне, в принципе, достаточно, вот, здесь у нас будет душевая стойка, и как раз она будет бить сюда. То есть вода работала? Да, то есть водоразводка, все утоплено в стену, нету никаких нарушек у нас. Ну, точно так же, вот у нас будет будущий наш рукомойник, точно так же 50-я труба утоплена в стену, с чем хорошо, что ты потом не паришься, ни коробами, ничего, сразу подвигаешь к стене, и у тебя все нормально становится. Здесь у нас будет унитаз, и, кстати, вот здесь у нас получилось сделать, что 110-я труба, она выходит сразу из стены, тем самым унитаз будет подвигаться, да, то есть, ну, и не на всех объектах это получается, это все зависит от стояка, то есть на какой высоте, ну, здесь у нас получилось, это хорошо. Стояк здесь идет, и здесь вот, получается, у нас лечо, да, на какой высоте, да, здесь будет лечо, ну, не будет трогать, как мы сейчас, ребята, работают, то есть, там у нас стоят два счетчика на горячую и холодную воду. Еще вопрос, здесь будет стекло, или здесь будет, хочу еще показать, 45 заточка плитки, неплохо. Сейчас, значит, здесь будет просто ширма, а в дальнейшем можно будет поставить стекло, ну, это как бы по желанию, да? Вот, теперь по поводу, ну, давайте, наверное, с кухни, то есть, ну, кухня получилась довольно-таки небольшая, ну, и немаленькая достаточно, то есть, пойдет вот здесь вот у нас кухня в эту сторону, сюда вот она так завернет, угловая будет, и, в принципе, рабочего пространства будет достаточно. Напротив, значит, у нас здесь будет кондиционер висеть, здесь обеденная зона и телевизор, ну, как бы, в принципе, все, что нужно для кухни. Как думаешь, нормальный размер кухни? Большая, мне кажется, район, очень большая. Вентиляция сделана. Короба, короба по стене, да, получается, в пыле? Да, она была немножечко в стороне, то есть, вытяжка была вот здесь, но мы проштропились, углубили, да, и бы вывели ее немножечко сюда, ну, она вытягивает, все хорошо, проверяли потом. Здесь уже плютусал, стоманавливают, шпаклюют соединения, потом они, по идее, должны краситься. Совершенно верно, потолки уже... По окнам, откосики, откосы еще не шпаклеванные, шпаклеванные, только стена. Откосы ровно-то вывели, пластиковый колок. Так. Сделаны не на просвете, тоже больше люди 90 градусов, всегда, когда делал ремонт, делал 90 градусов. Просвет, мне кажется, это прошлый век, ну, бывает, иногда люди хотят, чтобы более светлые, это, знаете, как я бы назвал, модерн. И розетки сразу положены кабелями на стене под телевизор. И, кстати, вот тоже закладная была сделана под сплит-систему. Это тоже очень хорошо. И шпаклевка, когда-то делается с сеткой. Вот сетку, видите, здесь в этой коробке не вырезали. У меня света не хватает. Еще что удобно, обратите внимание, на всех радиаторов у нас идет выводы из стены. То есть, впоследствии, когда встанет плинтус, нам ничего мешать не будет. Ну, как бы это удобно. Я понял, это ваша фишечка, везде их переделываете. Да, мы стараемся переделывать, то есть, все по желанию заказчика. То есть, если человек говорит, что этого не нужно, значит, это не нужно. Значит, здесь у нас планируется, ну, такая мини-прихожая, да, то есть, как это правильно назвать? Ну, прихожая, наверное, такая есть, то есть, они продаются, как они называются, прихожая. Вот, а здесь у нас будет шкаф-купе. То есть, в шкафу-купе у нас сразу спрятан наш щиток. Электрическая разводка. Да, то есть, это идет... Это, подожди, я такого просто не видел, это сразу напряжение в сети показывает, да? Он не просто напряжение в сети показывает, то есть, это еще идет защита от скачков напряжения. И, то есть, если вдруг у нас в сети, как, станет 380 вольт, он сразу выбьет. То есть, как он работает, да? Мы задаем нижний порог, вот сейчас 180 вольт стоит, да? Вот, сейчас он перестает, ага. Вот, а это верхний порог, 245. То есть, если больше 245 в сети окажется, он сразу же, да, вырубится. Вот сейчас мы видим 238, и он, как бы, работает нормально. Еще, честно, я, когда я тоже занимался, немножко таких не видел. Вот, чем плюс, ну, немножечко, да, отступим. То есть, плюс в том, что если бытовые приборы, ну, не дай бог, там произошел перекос в фаз, да, или, ну, что-то случилось, это сразу увидят автоматика, сработает, и компенсаторы, все бытовые приборы, которые с движками, они не сгорят. То есть, компьютеры, стиральные машинки, кондиционеры... Сколько он стоит? Я что-то тоже хочу. Две с половиной тысячи, вот, рыночная вот сейчас цена. Получается двухфазный, да? Да. При такой раскладке, вот, что удобно, то есть, вот эта штука спасает нашу бытовую технику, вот это от поражения тока музо, ну, и ряд автоматов спасает нас от перегрева и короткого замыкания. Ну, как бы, стандартный набор, да. Это кто? Это у нас под слаботочку, то есть, здесь у нас, ну, спрятаны все интернетовские провода и ТВ-шные. Для чего они нужны? То есть, у нас под каждый телевизор идет ТВ и интернет-провод. То есть, чтобы человек, ну, телевизоры современные, да, и уже доступ к интернету им нужен. Поэтому мы сразу закладываем, человеку нужно, не нужно, это уже по факту. И еще под шкаф-купе, то есть, сейчас обгрузку, шкаф-купе, ну, попробуем показать, да, вот у нас натяжной потолок и сразу стоит закладная. Ее видно, можешь не нажимать, ее видно, просвечивается. Да, то есть, чтобы сразу двери были до потолка, чем удобно, ну, мое личное мнение, то есть, когда двери до потолка, у тебя есть возможность загрузить верхний отсек, иначе у тебя просто, ну, как бы, остается бесполезное пространство. Вы, конечно, да, попадаете... Крепление будет гораздо интереснее, красивее смотреться. Ну, единая стена, да, всегда будет интереснее. Ну, идем дальше. Значит, здесь у нас будет комната, то есть, здесь у нас будет стоять кровать, будут две прикроватные тумбочки, то есть, выведены под них розетки. В этой стороне у нас будет, ну, такая, как бы, мини-кардиробная, шкаф, как его бы, да, назвать, вот, то есть, зона отдыха. И, напротив, у нас телевизор. То есть, ну, кондиционер вы изголовит. Кстати, вот, обращайте внимание, ну, при укладке трассы под кондиционер, чтобы он не дул на вас. Ну, это, как бы, мой личный совет, потому что все болезни не из-за того, что кондиционер, да, сильно нагоняет, а из-за того, что он дует на вас. Поэтому, если бы он стоял там, человек спит здесь, то, соответственно, ну, потоком воздуха. Ну, все по-другому гораздо приятнее, я с тобой согласен полностью. Так, у нас, получается, стенки здесь и все из блока. Звуки здесь тоже, смотрю, что принтуса делают. Тоже шпаклюет. Соединение и сверху, ну, и будут красить, да, краску? Да, совершенно верно. Краску какой пользователь? Краска специальная для полиуретана. То есть, необычная, вот, мысль. Да, ну, производители будут разные, не будем делать рекламу. Да, я понял. Так. Вот такие моменты иногда очень-очень радуют. То есть, ее надо будет чуть-чуть еще шлифануть и... Так, и пойдем в следующую комнату. Так. Ну, здесь у нас комната получилась немножечко побольше. Вот. Здесь, значит, у нас будет диван. То есть, стоять тоже кондиционер из налога. И напротив будет стоять горка с телевизором. То есть, ну, где... Обычно мы делаем повыше, да, телевизором. Так как здесь будет горка, поэтому мы вот здесь... А что-то горка? Ниже. Ну, это специальная тумба, да, с отсеками, с ящиками, в которых вылезано под телевизор. Ну, как-то такая уже сборная полностью тумба. То есть, именно не гипсокартона, как бывает, делают, а продается именно с МДП. Да. Да. Здесь у нас будет шкаф КУП. То есть, продолжение коридорного шкафа сюда же. То есть, получается, если при открытой двери, мы будем смотреть, что шкаф огромный такой, единый. То есть, с этой сюда тоже здесь стоит закладная и тоже до потолка. То есть, вот здесь будет зеркальное, допустим, здесь сделать и проходишь, и здесь, более прикольно, на самом деле. И вот у нас закладная, не знаю, о, видео будет, нет, видно. Так, у меня что-то фокус ушел. Свет, свет, свет. Вот видно, по-моему, вот она стоит в потолочке. Ну, есть вообще. Я пока не верю, глаза не вижу. Так. Стар. И пойдем на балкон. Балкон, балкон у меня везде лучше назвать. Ну, балкон, как бы, да. То есть, как мы видим, то есть, здесь у нас идет дверь, да, выход есть объединенный. Ну, не стали делать перегородку, потому что лучше пусть будет одно большое пространство, тем более, ну... А чем площадь теряется? Да, зачем, смысла никакого нет. Если бы, допустим, были, ну, дети подросткового возраста, там можно было бы огородить, чтобы, ну, как бы у каждого была своя зона. Тут, в принципе, решили вот так. И что-то будете делать, добавлять? Значит, здесь, ну, так как здесь она полностью остекленена, остается у нас только одна стенка, мы здесь сделаем мраморную крошку. Ну, для балкона, как бы, нормальное решение мраморная крошка. И, как видите, то есть, здесь будет наверху натяжной потолок, хотя профиль был, ну, низко, да, и у нас там пустота. Вот. Ну, мы закрепились, как бы, нормально у нас все получилось. Еще очень, ну, как бы, отдельное внимание вот этой вот СТПшки. То есть, ее важно проклеить, потому что пена со временем высыхает, и те, кто не делают, потом начинается надувать потолок. Люди задают вопрос, ну, почему потолок надувается, потому что пена просто высохла. Поэтому делайте вот так сразу, и все будет у вас хорошо. Ну, слушай, заклады поставили, вот-вот натянут, да, получается? Да, ну, как бы... Потолочек. Просто у нас балкон получился разгрузочный, то есть, чтобы материалы здесь хранить, то есть, плит. Сейчас работа, он будет делаться в последнюю очередь. Маленький склад, он будет, да, делаться в последнюю очередь. Это электричество или здесь выключатель? Здесь, значит, выключатели. Ну, выключатели мы стараемся делать на 90 сантиметров, они, как бы, ну, стандарт такой удобненький. А розетки стараемся делать на 30 сантиметрах, потому что... Да, почему на 30 сантиметрах? Потому что если человек захотел высокий плинтус, десятку, чтобы между ними оставалось пространство. Ну, правда, так же разъединить. Все по уровню идут вверх, потому что, ну, как бы, это правильно. То есть, ты видишь, здесь выключатель, строго по уровню пошел провод, то есть, ты, ну, как бы, не надо его искать. То есть, это удобно. Понял тебя. Ну, в принципе, я думаю, все. Мы посмотрели. Благодарю за экскурсию. Потом, если что, как раз приедем эту квартиру и посмотрим, на каком уровне, ну, у вас будет эта квартира. И, кстати, я слышал, что вы где-то накосячили. По поводу. Ну, мне что-то там, Виля сказал, где-то у вас косяк был. И сказал, что готов даже показать и рассказать, что как. В гости нас приглашал. Хорошо, тогда поедем, посмотрим. Посмотрит. В общем, все. Спасибо, ребята, что посмотрели. Всем отдыхи. Все, до свидания. Пишите ваши комментарии, что вы, может, допустим, сделаете по-другому. С чем согласны, с чем не согласны. Это все моменты. Кстати, видели, как он задергичал. Мне, на самом деле, самое интересное, смотреть, какие моменты, допустим, мне не понравились бы. Я бы сказал, так, ну, пока, как бы на таком этапе придраться не к чему. Там посмотрим. Пока, пока. Ну что, тебе понравились квартиры? Ну, да. Ну, да. Ну, да. Как тебе вообще планировка в студии? Прикольно сделали то, что сделали зонирование. То есть, ну, вот реально хорошее решение, когда вариантов не очень много, а хочется две комнаты, или там, одну полноценную. Ну, это вариант вообще оптимальный. Я даже не знала, что можно из студии сделать, как бы, однокомнатную полноценную квартиру из максимума полезного пространства. Я тоже, на самом деле, когда зашел, я туда удивился. Симпатично. Ждем, вот, хотя они на лицензии, как ему. Ну, то есть, в комментариях, если что, я вас в комментариях закреплю. Во второй квартире как тебе вообще? Во второй квартире это уже полноценная двушка. То есть, там, гуляешь из кухни в комнату, в другую комнату, балкон, мне понравился. Размерами, как тебе квартира вообще? Нормально. И первая, ну, первая, видишь, это для... Про вторую, первая, понятно, это студия, там люди выжимают с нее по максимуму, а именно вторая квартира. Большая квартира, просторная, санузел большой, ты видел, какой там там. Тебе понравилось? Понравилось. А хочешь такую квартиру? Ой, я много чего хочу. Надо идти работать, Светка, тебе. Ладно, друзья, всем от души, всем пока-пока. Продолжение следует...